вот наташа она наташа тоже хочет сфоткаться в красивых тапках с красивой сумочкой с красивым поиском сейчас вам покажу просто просто мы в оляне вы знаете что вы живем в оляне это не дубай не они абу-даби но это эмират абу-даби заблудились таких ядринях короче там уже люди просто пацаны вышли же такие девочки шо вы ищете у нас тут реально такие совсем не небоскребы ничего вот сюзан студия но сейчас просто уже подходим такие так надо быть осторожными ну просто чтобы не подлететь ничего не так можно и мы же не знаем что там может может по произойти на первый раз в такую студию идем в подвал там сказали ваши какие-то здесь продаются еще написано что там сюзан наверное написано вещи здесь да вот а нам фотостудию короче вау 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 дует капец вот такая здесь фотостудия рыбочки рыбки плавают аквариум красивый ну вот не дует капец слушай не знаю откуда она дует и по моему а картины какие-то по-дебись боже цвета лиски саду я живу телегрецкая ага не пересядли сюда вот на этот стул а не дует еще а ну я все робится тут все просто о говорят 20 дирхан и это нет и и и и и и наше почувствоваться на вот красоту да они все дадут на флешку на флешке и на наш нам нужна софт копий не hard копия девочка ужасно смеются так мы кстати там где-то тренажерчики знаете такая такая студия такая где-то вот каких-то шестидесятых чикаго короче девушка под зонтовой наташа тоже это эпично вот и скриншот сделайте картиночку все сейчас будем ждать наши эти пойдем что-то морожка поедем фото ли зашли в магазинчик магазинчик бери все что хочешь никого нет вам кто-то уже шарфа среди какие чипсы здесь здоровые вот моя рука а вот эти пакеты с чипсами нифига себе что такое маленькая скажем такая бокалька что он тоже кому-то семечки мало какой-то даже не значится надо перевести они гаража слушай примерно не надо перевести приятно снимаешь себе спокойно никого нету никто не кричит что по ценам какие-то шоколадки даже таких не знаю 10 гирком 2 шоколадка это 2 шарные доллара дарк шоколадки напоследок в прошлый раз в похожем магазине купили очень вкусный сок узнаем что это такое и лайн музеем фэлос мы тут были аж два видео по-моему сняли тут жил шейх заят это его первая резиденция кстати очень прикольный музей я же говорю мы сняли два видео ставлю в описании очень классные номера палаты комнаты потянула если там оно будет открыто не поняла что рецепцию такую сделали там что платно уже стало посмотрим я не думаю что платно большинство доступа в эмиратах бесплатно эмиратцы очень гордят Ну смотри, Эль-Джахили, Эляйн-Музем, ну, в Абу-Даби, Эляйн и Абу-Даби, Дубая нет, конечно. Слушай, а что это, буля пырная? Буля пырная, буря пырная, буря такая идет себе, ай, елки-палки, попали чуть-чуть. Давайте просто сейчас обойдем, смотри просто какая красота и как он выглядит вечером. Так вот, в Эляне действительно почти все досты бесплатные. Красота. Ну что, идем-зайдем, зайдем, посмотрим, что там. Пока ждем, пока наши фотки сделаются. А вот там мы пару метров буквально делали фотографию. Да, 6.26. Ну идем, глянем, хоть посмотрим, что там вечером. А вот вам и эмиратское гостеприимство. Помните, кстати, мы были в музее, ну что же бесплатно в музее были, помнишь? Там, где было 4 видео, многокомнатных верблюдов видели. Вот финички, пожалуйста. Это если есть чайник, поднять нужно его сейчас. Сейчас посмотрим. Подниму, ну легенький, не знаю, попробуй, есть ли кофеек. Наверное, уже нет. Но так как уже близится, извините, вечер, то кофеек уже разобрали. А, смотри. Уже все, гостеприимство закончилось. Вот у финичек есть. А вон машина Шейхазайля, кстати. Идем посидим. Сколько тебе взять финичка? Два. Два. Два финичка и пойдем. Вот такая красота, которую мы с вами уже видели, но при свете. Когда оно вот извещено такими фонарями красивыми, блин, мы с вами не видели. Ваше здоровье. Ой, тут такая пыльная буря сейчас чувствуется. Я хочу туда. Мне так там хорошо, вот если это не стоит. Везде мы с вами смотрели. Если будете в Эмиратах, будете в Ильяне, это нужно посмотреть. Это красиво, это классно. Я, знаешь, хочу сказать, я доведу кем-то, которые вот туристы приедут вот сюда. Не знаю, тут вот хорошо, тут просто хорошо. Спокойно посидеть, если есть возможность, посмотреть, так подышать историю. А здесь вот история чувствуется. Ну да. Вот оно как бы не... Здесь больше истории, чем в Дубае. Ну уж, простите, Бурдж-Халифа явно не история, это молодое здание. Нет, это так, да. Дубай, молния история. Ну почему? Ну, простите, я старше этой истории. Это очень странно. Так, куда, налево, направо? Вся красота. Красоту покажу, шатер большой. Тоже мы все показывали, описывали. Вот, можно зайти посидеть. Вечереет красота. О, что-то чем-то индийский храм напомнила. А скажи, да. Вообще, вот сейчас вот именно с этой стороны, именно в этом свете. Ну, это очень перемешанная, карабская, ледистая. Сейчас, садись, я быстро выйду, тот дворик зеленый покажу. Наташа на своих любимых лавочках сядет. Сейчас я вам покажу здесь, так вкратце, что мы уже были здесь и обошли все здесь. Если вам видно, здесь она такая, пыльная буря начинается. Ох, и ветер дует. Такой, знаете, жаркий пот, будто сзади находится жировня с ребрышками, которые мы дели во Львове, и тогда было жарко. Куда-то наталка делась. Ага, вон, на любимой лавочке. Такая разложила фенечки, сейчас будет кушать. Значит, может, наверное, пойдем мороженое поедем, посмотрим. Сзади уже азис находится. Видите, сколько пальм сзади. Просто азис с пальмами. И Наталочка тестирует фенечки. Борис, сколько сейчас грамотов? Я сижу, у меня потихи. У меня потеет все. А ну как у меня на лице держится? А вот тут я чувствую меня просто. Море, океан. Мне кажется, 46 где-то... Ну, уже нету, да? Уже 40, ну, 42, наверное. Наверное. Еще и бурь какая-то. Закат, еще не было заката. Через несколько минут только начнется шокар. Я обожаю, ты ладно? Да. Велка. Сейчас жара. Мы сидим, и Наташа тут взяла вам показать кое-что. Да, я похвастаться хочу. Берлинская дева. Таким мы купили. Помните, помните, видео. Мы купили не в Польше, показывали вам в Польше. Купили в Киеве намного дешевле. Я не помню, сколько там в Польше стоило, но я... Сколько я заплатила? По-моему, 2,400 или 2,200 гривен. 2,400 гривен? Да. А в Польше 100 баксов где-то стоило, по-моему. А, тяги. Вот. Запах классный. Мы тот спонжик занюхали просто. Я его до дыр занюхала, я его привезла. Запах облеченный. И он у меня лежал, и до сих пор я его оставила в Киеве, и он лежит. Дилы, смотри. Обалденный. Цвет фиников. Цвет лавочки. Слушай, я... Слушай, смотри, вообще... Обалденный. Мэтч. Мэтч. Четыре мэтч. Совпадение. Класс. Совпадение. Так что вот так вот мы... Ну, финичек. Ваше здоровье. Проводим время в Эляйне. В принципе, видите, есть куда выйти даже. Сейчас Даша просто смеется. Не, она же в Эляйне, она не будет смеяться. Она считает, что в Эляйне почти некуда выйти. Но мы всегда, если в Эляйне, даже снимаем вам контент и шопинг, и покушать. А плейлист в Абу-Даби и Дубае вообще у нас есть. Так что смотрите. И там мы все уже показали. Это вообще настолько классно, настолько спокойно и приятное место. Еще и бесплатно. Еще и кофе напоятно. Просто уже вечер. Ну, уже, да, мы пришли уже за 20 минуту закрыть. А финики ешь не хочу. А я хочу. Сейчас буду есть. Тут мы мало взяли. Кстати, по-моему, кофе-рум была закрыта в прошлый раз, мне кажется. Рецепт кофе мы не сняли. Не сняли, а был рецепт кофе. Да, был. Где-то у меня фотка есть. Это кардамон, розовая вода, арабский кофе. Вот это вот, который я же очень вкусно. А поднос пострей какой-то. Сейчас заметим, какой классный поднос. И трогайте. Написано, не трогать. Это что, медная шок. Где написано? Ну, вон, вообще-то написано, ну, лапка, перечеркнут. Ага, перечеркнут. Вот, простите. Смотри, как они, ну, лапка, терянували кисточку. И ставили вот эти... Вот, за красотом. Галка? Я все время... Я даже не помню, забываю, не помню. Галка, галка. Галка, галка. Не уверена, ну, ладно. Кто знает, пишите. Ставьте лайки, пишите комменты. Мы пойдем сейчас, наверное, тоже где-то посидим. Попробуем мороженое. Возможно, даже там, где мы ели кунаху. Он уже на рядышком совершенно. Да, и, может, кофейка попьем еще. Да, кстати, кофейка захотелась. Как шар на монет, пришлось платить. А там что за это? Наташа просит поставить вам двух птиц. Ставлю. Там такое общежитие, сумасы. Хотя бы за этим сюда можно прийти. Великолепно. Так, ну что, вот мы снова в нашем кафе. Мы впервые попробовали кунаху. Видео оставлю в описании. Было очень вкусно. И сейчас угадайте, что это. Помните, то мороженое, что мы не попробовали. Даже некоторые подписчики нам писали, что это за мороженое. Хотела до комменты почитать, что это за мороженое. Я забыла уже. Значит, фисташковое, чувствую, с какой-то пломбиринкой. О, оно такое тягучее. Ого, ого. Видела? Ага, это не как то. Турецкое, которое тянется. Слушай, хочу заметить. Оно же в баночках продается, а мы сказали, что здесь, да? Да. То она нам это переложила. Она говорит, сейчас я вам все сделаю. Что-то редкий кофе. Заказали. Ну что? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слушай, это вообще необычно. Так, уже что-то мне уже хочется. Сейчас я уже буду пробовать штук. Это очень специфично и очень необычно. Ага, думаете, можно отломать? Нет, оно так не отломает, как обычно, мороженое. Он еще с правой рукой. Слушай, оно такое тягучее, даже во рту. Я не могу понять, вот сейчас у меня что-то ассоциация есть, но я не могу понять, с чем. А какой вкус? Я тебе не могу описать. Так, вот сейчас попробую. Это реально какая-то сладость. Причем, я знаю этот вкус. Не кунахом, не арабская, не халва. Нет, у меня во рту что-то вот. Но это, может быть, тут мастика вот эта вот есть. Как они, знаешь, для меня мастика всегда была эта помпа, покрывали, да, в школе, мастика, вот в парке. А тут реально мастика – это природное вещество, которое там очень полезное, акипластик, как говорится. Вот, и так, ну, я хочу показать просто сейчас же, как оно выглядит на самом деле. Вот, Багдаш, по-моему, называется. Или это фирма Багдаш. Люди пишут, а я забываю. Вот, смотрите, в таких штучках, нам просто его перевернули, вывяжем, и в больших штучках оно есть. Смотри, гордость арабского наружного. Очень классно. Мне нравится, очень классно. Давай я сейчас буду пробовать. Ну, давай ты скажешь, может, ты этот вкус определишь. Ну, скажи, Боже мой. Так вот, у нас, наверное, впервые на канале, мы не определяем вкус. И причем вот остается такое послевкусие. У меня тарелка поднимается все. Вот я не могу понять, то ли вот послевкусие как манная каша, но это не противная манная каша. Я не могу уже понять. Вот скажи, ну, что пяточку убери для эстетики? Некрасиво. Холодное. Ну, холодное. Причем мороженое, как само, оно будто в чем-то, оно обволочено. Сначала должно слезать то, что обволочено, а потом... Да, вот, право, право. Льдинка лежит внутри. Но я бы не сказала, что это льдинка. Это не замороженная вода. Это плотное мороженое. Вот что-то. Вот, напоминает, знаешь, сливочное масло чуть-чуть, мне кажется. У тебя сливочное масло? А, ну, сейчас все сверху попробуй. О, сейчас уже так подтаяло. Скажи, как тянется глазом. Мне очень нравится, если честно. Это очень необычно. Да, необычное твердое мороженое. Не как мороженое, чтобы ты до него добрался, но в чем-то еще. А вот вкус, ты можешь объяснить этот вкус? Фисташку отбрось. Не можешь, да? Не фисташка нет. Мне нравится, как сливочное масло, но в другую сторону чуть-чуть. А как это в другую сторону? Ну, не совсем сливочное. Ты сама как-то съешь, что-то сливочное масло. Может, с сметаной, может, чем-то еще. Ну, классное. Может, с каким-то йогуртом, только не сладким. Вот таким вот реально йогуртом, который реально, как там, оригинальный йогурт. Что значит, оригинальный йогурт? Плотный какой-то? Плотный белый йогурт. Оригинал. Никакой ни с клубникой, ни с этим. Ну, ты-то его здесь много, видела. Из которого ты сырник делаешь, только не соленый. Я поняла. Ну, скажи, классное. Оно специфическое, действительно специфическое. Я не сладкое. Но чуть-чуть сладится в конце. Да. Ты уже все съел, открыл его. Там вот как бы покрыто чем-то. Съел мороженое. Думаешь, какое оно в конце сладости делать. Прикольно. Прикольно. А, кстати, сколько оно стоит, мы даже не спросили. Мы такие, давайте нам ее. А мы покажем, что это будет. Сюрприз будет. Ну, надо попробовать. Я обнаружила на багдаш, и надо попробовать. Багдаш? Багдаш, да. Багдаш, багдаш. В общем, багдаш на абордаж. Приятный. Так, кофеечек нам принесли. Турецкий. Правда, я бы хотела, чтобы арабский был, да? Но арабский, только турецкий. Ой, как пахнет. Thank you, thank you. Ой, девушка еще наливает. Боже, я уже перелила, если честно. А девушка так красиво перелила. Все красиво. Ой, тебя сделает. Поухаживай. Сниму ему. Не хочется, да? Thank you. No, thank you. Красиво, да? Вот люблю, когда так они услужливо и очень красиво делают, да? Кофе с кардамоном турецкий и арабское мороженое. В общем, маленькие кусочки счастья в арене. Это точно. А тянется классно. Слушай, похоже на турецкое, да? Тянется, но по вкусу совершенно нет. Совершенно. Ну, то я не ела, потому что ты его вырвала у продавца, он испугался, бедный-то испугался. Оставлю видео в описании, это было эпично. Знаете, тут игрульки, когда продавец дает и забирает. Ну, с Наташи так не вышло. Я отобрала. Но, если бы мы были в Турции, я ни разу не пробовала реально в Турции турецкое мороженое. Может, оно отличается от того, что мы ели в Дубае турецкое мороженое. Ну да, там бы так, ты мне это врал, наверное. Ну да. Так, немножко кофе остынет, или ты сейчас попробуешь его? Не остынет. Добрый. Ребята, нам принесли комплимент. Мы в шоке, мы-то обалдели. Это одно из любимых вот этих сладостей арабских. Так, пока вот. Я думаю, что это или эффект камеры, или реально не угощает. Ну, тоже такое, может быть, что... Куршавцы, мы тоже, да, это нормально. Да, я столько напробовала, что... Даже такой пробовал, что уже есть не хотела. Ну, вот эта штука тоже вкусная. Оно как похоже на кунафи, вот эти вот штучки. Как макарошки. В середине крем, и он будет не сладкий. И фисташка. Ну, это обалдеть, это просто. Наталке нравится уже. Я отпила, слушай, как она классно сделала. Вот этот сахарок, ты сказала, средний, да? Средний, да. Это потрясно. Реально вкусно. Ну, что сказать, это нужно попробовать. Кофе с кардамоном, турецкий, нужно попробовать. В эмиратах, и в Турции, и в других восточных странах. А кстати, а ты в Турции видела, что по кардамонам? Теперь давай, скажу, вот эту штучку попробовать. Давай, давай, Канаташа. Я вопрос задала. Я не помню. Ну, я не помню. Потому что фишка эмиратов. Мне кажется, да. О-о-о. Хруст, слышите? Какое же оно свежее, вкусное, хрустящее. Ну, вкусное сейчас. Убедимся. Просто мы были уже в этом кафе. И убеждались с вами. Так, надеюсь, вкусняшки у вас заряжены. Вот этот сыр. Балдеж? Это балдеж. Это настолько нежное и свежее. Это надо просто есть. Это реально вкусно. И что мне нравится, что сладость очень-очень спокойная. Негадкая, непритерная. Вот оно есть, и вот отлично. Да, классно. Короче, классно. Спасибо большое. Неожиданно, если честно. Чего и всем хорошим людям желаем. Это просто. О, да, бейбель. Так, итогу. 42,50. Обещанный чек. Турец кофе по 10 дирхам, то есть 2,7 доллара. Мороженое по 10 дирхам, 2,7 доллара. Водичка 2,50. Это 70-80 центов. Это вот такие вот цены примерно. Все очень даже доступно. Результат. Это я. Похоже? Это ромашечка. И они нам уже порезали. А сколько фоток? Подожди, раз. 6 или 8. 6 или 8. 6 или 8. Ну все. Красота. Проездные. Это Абудабские. Действительно, в Абудабе и Валяйне. На наш автобус ерек идем. Если сможем, автобусы снимем, если не будет много людей. Все, вот мы вместо автобуса. Тут, если надо выйти, нужно нажать кнопочку обязательно. Он, кстати, в Дубае тоже так. Мы показываем. Потому что они могут проехать на остановке, никому нет. Я не заявил, то проезжают остановку без зубов. Кстати, это женская зона. Женщины, детьми. Вот она. Тут, в принципе, вы мужчин сидячих не увидите. А вот там вот сзади мужская зона. Там мужики должны сидеть. Но если есть места, а тут нет, то можно там и женщин посидеть. Так что. Вот такое сегодня видео было у нас. Все про все. Про Элянь. Ты ж подожди. Проезд стоит 2 дирхамчика. 2 дирхама. Подняли до 5, но народ начал бунтовать. Пол долларов. И опустили до 2 обратно. Но тут из общественного транспорта только автобусы. Гуляйни. Да, Гуляйни. И такси. И пешком.